Здравствуйте. Вы знаете, очень мало информации по поводу вчерашней встречи в Минске. Вы не могли бы нам всё-таки дать какие-то подробности, о чём удалось договориться, о чём нет? И почему представители ДНР назвали вот эти переговоры очень сильно напряжёнными? Ну, то, что они были напряжённые, это было понятно с самого начала. Каких-то дополнительных подробностей я вам вряд ли сегодня назову. Самое главное, что диалог продолжается, и есть основания полагать о том, что он может в самое ближайшее время возобновиться. Совершенно понятно, что рамочные договорённости, которые были достигнуты в Минске в сентябре, включая протокол и меморандум, требуют конкретных практических шагов в плане реализации тех положений, которые там зафиксированы. Прежде всего, это касается окончательного и гарантированного прекращения всех военных действий, отвода вооружений на соответствующее расстояние, обмен пленными и целый ряд других решений, которые необходимо принимать конфликтующим сторонам. Важный компонент, который, судя по всему, наверное, я могу, естественно, допускать, потому что полной картины пока мы не имеем по результатам, это предложение Донецкой и Луганской народных республик о рассмотрении целого ряда сложных экономических вопросов, связанных и со статусом этого региона, о чём, кстати, записано в Минском протоколе, и об экономических программах содействия в восстановлении экономики и инфраструктуры Донбасса, о чём также стороны договорились ещё в сентябре. Поэтому, наверное, можно предположить о том, что комплекс этих проблем не позволил сторонам в течение одного дня решить все практические вопросы, и мы очень рассчитываем, что такой диалог будет продолжен в самые ближайшие дни. Во всяком случае, рассчитываем на то, что стороны не разъехались просто так, а взяли паузу для отработки своих дополнительных позиций. Как вы видели, наверное, вы следите за всеми новостями и заявлениями. Вообще, в принципе, переговоры конфликтующих сторон – это особая такая международная субстанция, которая, конечно, не предполагает очень широкого выхода на средства массовой информации с учётом различных позиций конфликтующих сторон и желанием уже выйти с каким-то результатом, что, собственно, произошло в сентябре, когда вы получили конкретные результаты договорённости, которые, к сожалению, пока не удаётся в полной мере реализовать.